Друзья, сегодня главный ведущий, мой внук. Представьтесь, пожалуйста, внуков. Внуков, Арсений Сергеевич. Сколько лет? 9 лет. Так, 9 лет. Значит, Арсений Сергеевич, мы с вами сняли 4 или 5 фильмов. По-моему, 5. Мы работали вот здесь. Вот это документы. Нет, не здесь мы работали. Мы работали. Ага. Сейчас. Вот это вот особая папка. Называется «Дети». Давай с ней кончать, а потом займемся уже совершенно другими вещами. Так, где же у нас дети? Вот, дети в саду. Еще раз проверяем. Да, запись идет. Запись идет. Так, вот это все мы уже проходили. Вот это все, да. Так, есть. Давай вспомните, остановились. Есть еще что-то, что может детям пригодится. Именно детям. По-моему, это мы проходили. Да, это мы проходили. Вот. А вот здесь уже нет. Давай я найду. А, смотри, есть вещи, которые ты не знаешь, но они касаются людей. Это папка для детей. Вот, посмотри сюда. Так уж получилось. Где-то здесь мы остановились. Так. Значит, что получается? Давай немножко про жизнь. Узнаешь вот это вот? Да, это я. Это ты, это ты. Обрати внимание, мы всегда ходили в самое удобное для детей время. Почему детей нет? Почему здесь у нас полный ребенка? Да, потому что это ваши чертовы телефоны виноваты. Да. И родители. Так, давай не ставим подряд. Следующий. Давай полный экран слухого уши. Давай полный экран. Так, ну это мы представляли. Его в свое время узнала по России. Это Тимоша. Да. Это Тимоша. И готовим. Дальше. Так. Тимоша позирует, потому что вот сейчас, ты этого можешь не знать, но ты же параллельно учишься. Параллельно. Смотри. Итак, длинный секатор. Итак, молодое дерево, которое называется Амур. Так. Обрати внимание, где я, а, это, в команду, где он отрезает. Оставляется пять по семье, каждый из них потом даст ветку. Обычно три полноценных. Так. А вот это чуть-чуть, а, вот, вот это получается 50 сантиметров, это на продажу. Да. Или себе, или себе. Значит, итак, заготовка черенков прироста на летнее. Оставляем несколько нижних почек, остальные отрезаем. Ну. Все, идем дальше. Так. Ну, тут понятно, раз уж с неба не падает снег, то что? Надо воносить в ведрах. Надо воносить в ведрах. И никуда не денешься. Вот уже совершенно чужие деньги. Совершенно чужие. Но они все приехали. Они приехали не учиться, нет. Вы еще не в головах откладывайся, да? Что можно в Сибири выращивать шикарную амрику. Можно. Идем дальше. И это ребенок тоже. Ну, как чужой? Чужих детей, считай, не бывает. Вот. Ну и из нашего круга. Удивили? Да, удивили. Дальше. А этих ребят удивили? Удивили. Скажи, пожалуйста. Ой, ты же это удивляешь. Сколько я рублей заработал? Ну, рублей ноль, наверное. Ноль. Ноль. Правильно. А почему? Это наш принцип. Они увозят там 4 или 5 ведер абрикоса. Так? Вот там еще за ним еще абрикоса. Вот там где. Видишь? Вот. Возят 5, допустим, ведер абрикоса. 1, 2, 3, 3, 6. А потом, представь себе, привозят, выгружают машину. Вот это пятиэтажки, пятиэтажки соседей. Откуда? От железовых. Как это называется по-современному ты работаешь? Так, аж? Это паркетинговый ход. Вот. Мы продаем не плоды, мы продаем свою славу. Лучшего абрикосового сада в Сибири. Идем дальше. Ой, нет, я пропустил одну. Нет, тогда сюда. Значит, показалось. Ну, плоды у него скромные в руках. Грамм 60. Да. Ну, все равно впечатляет. Так, ну, а эту девчонку ты знаешь. Она уже совсем маленькая была. Да, Валерия Железова. Валерия Железова. Но уже живет в саду. Лучшие годы в саду. Это знакомая девочка. А знаешь, почему? Потому что... Ну, догадайся одну разу. А от кого эти сады не смешные. Ну, говори. Ну... От тебя. Я уже подсказываю. Я уже подсказываю. Ладно, идем дальше. Это учебная фотография. Цветочная. А то, что в середину лета, можно убедиться. Вот по этим звездным плодикам. Так. А это что же, дама? А это Дарья... Это Дарья Мудовина. Ага. Так, пусть не удивляется, что ты кашляешь и хрипишь. Мы просто решили не терять годы. Пока ты вылечишься, сколько детей может узнать, что вот это вот смородина черная, что не обязательно смородина. Бывает смородина в два раза крупнее. Но там витаминов меньше. Какие предпочтительные? А самое интересное, что самая куста смородины это дикая. Ой, я заговорю. Самая полезная дикая. За ней идет вот это. Культурная, но не очень крупная. А потом уже супер крупная. Там вообще пустышки. Так вот, какую надо продавать в Саренце? Вот эту. Вот эту. Так, а я про эти деньги еще скажу. Это тот же красный хоррор. Легко убедиться в привязке местности. Вот там дома. Вот. Это напрямую метров сто от нас. Вот. И я приехал, пришел с гордостью сфотографировал местных детей. Да. С саженцами, с деревьями, которые выросли. С чьих саженцов? Подсказывай. Из своих. Из моих. Идем дальше. Ну, это крупный план того же. Так. Анна Ивановна, твоя уже получается, получается прабабушка. Да. Царство ей. Небесное. Небесное. Ну, в общем-то, она молодец в каком плане. Я сейчас скажу, вот, посмотри на дальнем плане. Видишь стол? Да. На нем добрая тысяча косточек. Кого? Этих же самых абрикосов. Вот они, абрикосы. Вот они. Вот. То есть мы перешли в разряд продавцов уже. А что, как получилось, ты понимаешь? Рядом, вот за спиной, сарай. Сарай, он настолько старый, дряхлый. Вот. Я уже на него не залазил. А две трети. Вот это вот абрикоса, вот ветка свешивается. Видишь? Вот. Это королевский абрикос. Половина вот этих. У барана была всегда большая, они мелкие. Вот, ну, наверное, то есть два сорта. Вот, которые крупнее королевский, а которые мелче, это серафим. А это серафим, да? Да, вот так примерно. Вот, бетончики слева королевские, а право бетончики серафим. Вот разница. Да. Почти два раза. Так вот, а почему они мелкие королевские? Потому что урожайщий был. Ну, видно же, какой был урожайщий. Я когда-то начинал с одного дерева. Так вот, я не мог залазить на крышу. У меня есть фотография, здесь нет, это другая папка. И там на крыше гниют несколько бедер этих-то королевских. И что сделала Анна Ивановна? Пока меня не было, попросила кого-то, притащили ей лестницу, залезла на крышу, пусть она, допустим, с виду крепкая, но рискуя, честно говоря, она взяла и всё это стащила. Всё это с этого, с крыши. Дерево наше, крыша чужая. Это просто я к тому говорю, настолько ей жалко было вот этого добра. Почему? Она до этого жила в Новокурске, правильно? Да. А там про абрикосы только слышали, что они существуют где-то там в это, в Армении, там в этом самом, и прочих Китаях. Вот. Ну, пойдём дальше. Это девочка. Самое интересное, дело не в девочке. Ну, я надеюсь, в голове откладываются мои слова, ведь ты сейчас ученик, когда ты будешь уже сам рассказывать. Это Б-12. Это мне прислали с Сашанской станции. Абрикос Б-12, Канада. Соблазнился на имя Канада, в скобках Канада. Ну, думаю, Канаде, а там же теплее. Ну, думаю, пришлют. Прислали. Абрикосы невкусные. Ещё пару лет пожила, дерево упало. Я даже поленился с него взять веточку и сохранить сорт в виде перепрививки. Одным сортом стало меньше, даже не пожила. Ах, Канада, ах, Канада. Кто круче, мы или Канада? Мы. Мы. Поехали дальше. Ну, эта фотография говорит о том, что бывает урожай, которое дерево не может выдержать. Да. Дальше. Дальше. Так, ну, где-то ты эту даму видел. Даша, твоя тётка. Это, знаешь, в то время, когда мы снимали этот сам, это был этот 2007 год. В это время один негодяй пустил вслух, что уже ли заводил персиков. Вот. Вот. И таким образом расчистил себе торговую площадку. То есть, накупил южных, у людей всё поддыхало, теперь его ищут. А самое интересное, они не обратили внимания, что адреса нет. Телефон не отвечают. Нет. Нет. Телефон не отвечает. Адреса нет. Для чего здесь, это самое, личико твоей тётки, молодой. Для того, чтобы это правда, что это правда, что из интернета вытернута фотография. Пойдём дальше. Так. Ну, это о чём говорит? О том, что наши вишни, чисто южные в Сибири уже практически адаптированы. Вот. А, ты знаешь, интересный момент. Я всё, хоть что-то, всё равно что-то перенимаю. Ну, яблоки это наши. Это урожаи, никому не нужны. Скопщики не приехали, они уже... Кто приезжает, возьмите ведёрко. Ну, пожалуйста, возьмите. Некоторые отказываются. Знаешь почему? Стесняются. А она приехала. Тогда, знаете, хитро сказал. А у неё в руках тёрн. А я тёрн никогда не видел. Ну, жил на Украине не видел. Вот. В Сибири я его не видел. Вот у неё в руках эта веточка тёрна. Смотри. Мелкий, несъедобный. Его тоже растят. Ну, что-то можно какие-то витамины получить. Да. Ну, если его не станешь. Вя... Вя... А она отказывается. А я говорю, давай меня с вами. Вы мне веточку тёрну, я потом фотографию сделал. А я в ведро яблок. Вот такой выгодный размер был. Вот. Видишь, каждая фотография имеет свою историю. Дальше. Это Сенька, когда был ещё моложе, чем ты сейчас, да? Вот. Тимоха. Ой, Тимоха. Это я заговорился. Сенька, это ты. Это я заговорился. Я уже устал. Я уже второй фильм снимаю, когда ты пришёл. Дальше пойдём. Вот. Вот. Ну, сало как сало. Абрикос как абрикос. Вот. А это бедняга. Вот. Я говорю, где-то в другой стране увидели бы эту фотографию, приехали, с полиции забрали бы ребёнка. Сказали бы, не имейте права составлять в таком возрасте работать. Вот. Хе-хе-хе-хе. А мы хотим вырастить красивых детей, родолюбивых. Да. Иначе у них таких дети вырастут, такого сада у них не будет. Вот. Вот. Если я не беру себя на прививку, то у меня, посмотри-ка, те ветки. И кто-то считает, неправильно абрикосы срочно искалечить. Срочно. Они имеют право вот так растерять. Деда, хочешь фокус? Давай. Смотри, если определить вот этот дальний абрикос, можно прияснить. Ничего не выйдет. Так, давай не будем приказываться. Я знаю, ты крутой компьютерчик. Я рядом с тобой, новичок. Давай, пошли дальше. А то такой псевдишь, и ты сейчас это отведешь нас. Снова твоя деда Даша. Да еще это такое. Что? Год оборачивайся, только где зимой, я взял и передавил поленом, я по натуре ленивый, ну такой, трудолюбилый ленивый. И передавил поленом молодой саженец персика. А вот прошел год, он отсиделся под снегом и стал вот таким вот. То есть это называется укрытая форма. Она дает результаты даже когда бороться в 40 градусов. Идем дальше. Черешня. Это пример того, что если черешню приучить к вишне, детская вишня, что там к штабовой, и к штабовой вишне обычно, что черешня за один год, смотри, тебе просто дает. Вот. Вот. Полторы тут твои тетки. Видишь? Полторы тетки. Три же. Вот. Это и все, это уже три тетки твоих. Это ты еще не в курсе, но это я не видел еще. Это колонавитное яблони. Три тетки. Здорово он придумал, я беру измерения. Берю дашками. Три дашки. Это я говорю для юмора, чтоб люди улыбнулись, чтоб фильм не казался серьезным. Это же для детей. Все взрослые позвали детей, смотрят вместе. Надеюсь. Так. А это, это самое, получается, ты? Два Тимошки, да? Или ты? Это Тимошка, да, это Тимошка. Дело в том, что я сказал, Тимоша попозируем, чтобы видели, какое взрослый дает. Вот. Даже в горшке. Даже в горшке вот такие взрослые дают дерево. Вот такие вот, да? Вот. А потом вторая фотография тут есть, нет? Это сучебная, я попал сюда. Одно из другой оперы. Вот. Здесь сильнейшая обрезка, где я отрезаю три четверти. А ну-ка посмотрим, может она рядом вторая фотография. Нет? Жалко. Жалко. Ладно. Тогда что мы имеем? Мы имеем Леру, Валерию Желинову, Валерию Сергеевну. И она угощается. Красные плоды, вспоминай. Красные плоды. Груши. Ну-ка вспоминай. Груши. Наряды. 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 Наряды Эфимова. Урал сказал забыть. Иделя прошла. Груши, наряды Эфимова. А это? А это манжурский орех. Правильно. Вот она собрала два ведра. Вот весь рублен работала. Идем дальше. Ну, это уже просто надо было это собирать, чтобы не пропали. Но по-прежнему гордо говорю. Там мне, знаешь-ка, что объединили? Ага. Нет, не объединили. Заподозрили. А железо продает яблоки, груши, черешни, то есть эти... Ну, и так далее. Далее такие. Нет, значит у нее нет сада. Давай дальше. А это, то что мы видели, это был не сад. Так. Это мы видели. Это мы видели фотографию. Вот. А вот это мы не видели. Это не видели. Это Сашке. Четыре года. Вот. Ну, блистай дальше. Скоро закончим. И вот это уже сидишь голодный. Ну, есть и в руках у Леры плоды, которых... Это величайшая редкость. Величайшая. Вот. И получается так. У нее два названия. Одно из них какое-то здесь правильное. Ника два. Слева. Одно название. Ну, вроде бы не совсем это Ника. А другое название першиковая мечурная. И вроде не совсем першиковая мечурная. А все почему это путаница? Ну, за что купил, за то продал. Но, тем не менее, плоды шикарнейшие. И они хороши. Попробуй только их вот так вот. Открою рот. И надкуси. Весь будешь в соке. Брызнет, как будто взрывается. Это такое чудо. А вкус уникальнейший. А? Как ее дальше называть? Ника два или это? Першиковая мечурная. Я еще не решил. Я сейчас сравню. Першиковая мечурная. Как бы нам более правильно сравню. Пойдем дальше. Так. Ну, что тут делать? Это она что-то с обременом сидит пишет. Я вот не знаю, что она там пишет. Вот. Елочка. Елочка. Идем дальше. Так. Угу. Понятно. Просто красивая фотография. Красивые девочки. Так. Дальше идут наши гости. Посмотрим, что у них в руках. Вот. Черный абрикос. Видел какой он? Угу. И вот ты знаешь, что обидно, да? Фотографии не совсем свежие. И уже сколько лет? Ну, допустим, 10. И с каждым годом они все хуйно светлее, светлее. Плечо. От привита до абрикоса. Абрикос вот такой в руки. Я специально сказал, давай сделаем такую фотографию. То есть, на такой желтый прерываем. там, темно-бордовый. Или почти черный. И он начинает эту самую павличку светлеть. А потом, когда сажен из продаж, что скажут? А-а-а-ну-ли. Вот. Мы портим черный абрикос. А его нельзя не испортить. Черный абрикос, чтоб ты, маленечко, ну, не балуйся. Чтоб ты, маленечко, это самое, разбирался на будущее. Это гибрид. Скрестили черную лучу. Да, черную лучу. Скрестили с этим, с вот таким вот оранжевым абрикосом. Получился почти черный. А теперь попробую с косточки вырастить. Или в абрикос пойдет, или, скорее всего, в черный. А, значит, потеряет какие-то качества. Крупный вкус. Значит, надо плевать. Плеваешь, а он светлеет. Но это уже, по-моему, тема не для людей. Идем дальше. Так, ну, понятно. Ребенок угощается. Вот. Опять девушка. Опять девушка. Это, знаешь, что? Это сувенир Востока. Видишь, какие просто дает. Посмотри в верхней части. И это все мы отрезаем, отрезаем. И я загубил два лучших дерева. Это уже начинает чахнуть. Ой, как обидно. А не будешь резать? О, слушай. Это круто нас добывается. Давай так. Возьми за телефон. Пойди поговори. А я закончу без тебя. А что, не слышно его? Почему не слышно? Так, знаешь, что мы сделаем? Так как это звонок срочный для нас. Мы сейчас с тобой. Да. Давай закачивать? Давай. Давай. Так. Выходи отсюда. Так. Теперь. Черный кружочек. Так. Ну что, остановить? Сюда попрощаться? Всем до свидания. Пока. Спасибо за внимание. До свидания. Будем за внимание. Шестой фильм. Возможно, будет седьмой, восьмой, девятый, десятый. Вот. Если вы напишете, что все в порядке, продолжайте. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.